У меня в руках пистолет-пулемет переходного калибра СТГ-44, выпущенный немецкой армией. Многие по визуальному сходству и по каким-то домыслам сравнивают его с автоматом Калашникова, с М-16, но это собственная разработка немецкого инженерного строительства. Во многом послужил развитием стрелкового вооружения всего мира, использовался на всех фронтах, где велось военные действия Германии, и после войны поставлялся еще в страны, как дополнительное списанное вооружение. 8 мм калибр у него, стандартный, то есть укороченный такой переходной патрон. Свободный затвор, запирающийся при отсутствии патронов, и выброс патрона гильзы выходит вот с этого ячейки автоматически. 30 патронов стандартного калибра, то есть единый магазин, то есть других не было. Переводчик огня с одиночного на автоматический, вот он с двух, удобно одной рукой переключать. А это магазин? Это выброс. Очень много деталей, то есть порядком 20 деталей только у него в прикладе. Здесь приклад само, здесь же вся пружинный механизм находится как раз в прикладе. То есть он единый, приклад не отдельная у него деталь, то есть все пружины у него идут вот сюда, еще уходит дополнительно. Это как М16, да? В том числе послужил, да, для разработки М16, опять же, в приклад. А тут что сейчас? Здесь пенал, но здесь он отсутствует. Прицельные приспособления у него что? Стандартный бегунок по метрической системе. А дальность? Ну, прицельная, ну все-таки это штурмовое вид вооружения, то есть не винтовочный, не прицельный, но до 500 метров он прицельный может бить. А тут что-то тут газоотвод, да? Да, система охлаждения радиатора воздушный и, соответственно, газоотводная трубка. А сколько вообще удобное оружие, вот если сравнивать, не знаю, там с МП-40 или с Калашом? Ну, как раз-таки не идеальность пистолета-пулемета Фольмера МП-38 послужила модификацией уже и развития стрелкового вооружения. Но это было в заключительном этапе войны. Но позволило во многом на многих участках фронта немецким противнику где-то даже быть происходящим. По сравнению с вооружением штатным в виде винтовок. Продолжение следует...